Жить стало лучше. Жить стало веселее. Когда веселее живется, работа строится. Сейчас слово для доклада предоставляется Шилову Дмитрию Юрьевичу, сопредседателю идеологической комиссии Рабочей партии России, в доклад «Сталин и рабочий класс». Здравствуйте, уважаемые товарищи. Рад приветствовать участников нашей конференции. Мой доклад называется «Сталин и рабочий класс». В царской России в конце XIX века стала активно развиваться марксизм. Это было связано с тем, что капитализм уже начинал зарождаться в то время. В частности, это происходило и в Закавказье. С появлением железных дорог, промышленности, нефтепромышленности, стал развиваться рабочий класс. Товарищ Сталин вспоминал в то время, в 1898 год. Он говорил, когда я впервые получил кружок из рабочих железнодорожных мастерских, здесь, в кругу этих товарищей, я получил тогда первое свое боевое революционное крещение. Моими первыми учителями были тифлистские рабочие. Агитация в массах в то время путем выпуска листовок на злободневные темы выходила на первый план. Надо сказать, что стихийная экономическая борьба получала широкое распространение в то время. А вот именно массовая, уличная демонстрация и агитация путем выступлений. Это большую заслугу в этом, надо сказать, проявил товарищ Сталин. Таким образом, состоялась 9 марта 1902 года, организовалась политическая демонстрация батунских рабочих, которой руководил товарищ Сталин и во главе которой он шел. Здесь на деле было осуществлено Сталином соединение стачки с политической демонстрацией. Так в этот период и в решительной и непримиривом борьбе с оппортунизмом сложилась и выросла Ленинская Искровская организация в Закавказье. Ее виднейшим организатором и руководителем был Сталин, которого батунские рабочие уже тогда называли учителем рабочим. Ленин позднее приводил пример этой стачки как пример интернационализма пролетарского. В эти годы под руководством революционного меньшинства в Мясаме-Дасе во главе со Сталином был осуществлен переход к массовой политической агитации. Тем самым на Кавказе стало соединяться учение о научном социализме с рабочим движением. В статье «Российская социал-демократическая партия и ее ближайшие задачи» Сталин подчеркнул необходимость соединения научного социализма со стихийным рабочим движением, указал на руководящую роль рабочего класса в демократическом освободительном движении и обосновал задачу организации самостоятельной политической партии. Бакинская стачка 1904 года имела огромное важнейшее значение. Она отличалась от других забастовок и стачек тем, что в результате ее реализации был достигнут и заключен первый в России коллективный договор. То есть все требования, которые выдвигались рабочими, были закреплены в договоре. И это была огромная победа всего рабочего класса, поскольку до этого стачки носили такой стихийный характер. И тем самым рабочий класс вырвал у капиталистов впервые победу, закрепленную в коллективном договоре. Вот. И огромные были успехи и достижения в этом коллективном договоре. И эта стачка послужила, как по образному выражению, говорили, что она являлась как предгрозовой молнией, предзнаменовавшей начало первой русской революции. Развивая идеи Ленина в работе «Что делать?», последовательно защищая ленинскую постановку вопроса о стихийности и сознательности в рабочем движении, товарищ Сталин пишет, что социалистическое сознание имеет великое значение для рабочего движения. Одновременно Сталин подчеркивает и предупреждает против одностороннего преувеличения роли идей, против забвения условий экономического развития роли рабочего движения. Можно ли сказать, говорит товарищ Сталин, что социализм – все, а рабочее движение – ничто? Конечно, нет. Так говорят только идеалисты. Сталин добивается, в конце концов, полной победы большевизма в рядах бакинских организаций. Ну, надо сказать, что организация «Мосомедасия» не была однородна, и борьбу товарищу Сталину приходилось вести со своими товарищами-соратниками в меньшинстве, поскольку эта организация только зарождалась, социал-демократическая, там присутствовали различные течения, и правые, и левые, оппортунисты, сторонники экономизма, анархисты, ну и националисты. Бакинский период имеет крупнейшее значение в жизни и деятельности Сталина. Вот что сам Сталин говорит об этом периоде. «Три года революционной работы среди рабочих нефтяной промышленности закалили меня, как практического борца и одного из практических местных руководителей». Вообще здесь с такими передовыми рабочими в Баку, как Вацик, Саратовец, Фиолетов и другие, с одной стороны, и в буре глубочайших конфликтов между рабочими и нефтепромышленниками, с другой стороны, я впервые узнал, что значит руководить большими массами рабочих. Там, в Баку, я получил таким образом второе свое боевое революционное крещение. В январе 2012 года происходит крупнейшее событие в жизни партии. Это пражская конференция, которая изгнала из партии меньшевиков, упрочила возникновение партии нового типа, партии ленинизма, большевистской партии. Сталин был верным соратником Ленина в этой борьбе с многочисленными врагами, верной опорой в борьбе за создание революционной марксистской партии. Могущим оружием в руках большевистской партии в деле укрепления своих организаций и завоевания влияния в массах появилась ежедневная массовая большевистская газета «Правда», уходившая в Петербурге. Она была основана согласно указаниям Ленина по инициативе Сталина. Под руководством Сталина был подготовлен первый номер «Правды». Определено ее название и направление. «Правда» родилась вместе с новым подъемом революционного движения. 5 мая по новому стилю 2012 года вышел ее первый номер. Это было настоящим праздником для рабочих. Также этот день был день пролетарской печати. 12 марта 2017 года Сталин мужественно перенося все несгоды Таруханской ссылки снова в Питере, революционной столице России. ЦК партии поручает Сталину руководство газеты «Правда». Ленин находился в эмиграции в то время. И основная роль подготовки восстания легла на Сталина. В то время товарищ Сталин совместно с Молотовым руководил деятельностью Центрального комитета и Петербургского комитета большевиков. В первой же статье о советах рабочих и солдатских депутатов Сталин писал об основной задачи партии. Укрепить эти советы, сделать их повсеместными, связать их между собой во главе с Центральным советом рабочих и солдатских депутатов, как органом революционной власти народа. Партия на основе отрезкой конференции берет курс на социалистическую революцию. Сталин активно участвует в этот период, продвигает это решение, борется с оппортунистами, победоносно разгромил всех тех, кто был против революции, а таких было немало в то время. Спасает Ленина от расправы временного правительства, которое хотело вызвать его на суд. Категорически выступил против этого, чтобы Ленин туда приходил. Вместе со Свердловым Сталин руководил заседанием нелегального 6-го съезда партии, где он выступил с докладом и взял курс на перерастание социалистического революции, революции буржуазной. Я вспоминаю, 17-й год, говорил Сталин, когда я волей партии после скитаний по тюрьмам и ссылкам был переброшен в Ленинград. Там, в кругу русских рабочих, при непосредственной близости с великим учителем пролетария всех стран, товарищем Лениным, в буре великих схваток пролетариата и буржуазии, в обстановке империалистической войны, я впервые научился понимать, что значит быть одним из руководителей Великой партии рабочего класса. Там, в кругу русских рабочих, освободителей угнетенных народов и застрельщиков пролетарской борьбы всех стран и народов, я получил свое третье боевое революционное крещение. Там, в России, под руководством Ленина, я стал одним из мастеров от революции. Всюду и на фронтах гражданской войны партия посылала Сталина на самые трудные участки. Он был важнейшим творцом стратегических важных побед. Руководил боями под Царицыным, под Пермию, под Петроградом. Воевал против Деникина и против Врангеля. 21 числа 1924 года в горках умер товарищ Ленин. Сколько вам нужно времени? Одна минута. Умер товарищ Ленин, вождь и основатель партии большевиков, вождь трудящихся всего мира. Знамя Ленина, знамя партии, высоко поднял и понес дальше товарищ Сталин, выдающийся ученик Ленина, лучший сын большевистской партии, достойный преемник и великий продолжатель дела Ленина. А 26 октября в травмном заседании 2-го всесоюзного съезда Советов Сталин от имени партии дал такую клятву. Мы коммунисты, люди особого склада, мы скроены из особого материала. Мы те, которые составляем армию великого пролетарского стратега, армию товарища Ленина. Нет ничего выше, как честь принадлежать к этой армии. Нет ничего выше, как звание члена партии, основателем и руководителем которой является товарищ Ленин. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним эту твою заповедь. Уходя от нас, товарищ Ленин, завещал нам хранить единство нашей партии, как зеницу ока. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним эту твою заповедь. Уходя от нас, товарищ Ленин, завещал нам хранить и укреплять диктатуру пролетариата. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы не посидим своих сил для того, чтобы выполнить с честью и эту твою заповедь. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреплять всеми силами союз рабочих и крестьян. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою заповедь. Товарищ Ленин неустанно говорил нам о необходимости добровольного союза народов нашей страны, о необходимости братского их сотрудничества в рамках союза республик. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреплять и расширять союз республик. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы выполним с честью и эту твою заповедь. Ленин не раз указывал нам, что укрепление Красной Армии и улучшение ее состояния является одной из важнейших задач нашей партии. Поклянемся же, товарищи, что мы не посидим сил для того, чтобы укрепить нашу Красную Армию, наш Красный Флот. Уходя от нас, товарищ Ленин, завещал нам верность принципам коммунистического интернационала. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы не посидим своей жизни для того, чтобы укреплять и расширять союз трудящихся всего мира. Коммунистический интернационал. Спасибо за внимание. Товарищи, есть ли вопросы к докладчику? Есть, минули, нет. Да, пожалуйста. А вот вопрос по клятвам. Выполнил товарищ Сталин свои клятки. Мне кажется, было бы достойным завершением сделать заключение. Сталин? Товарищ Сталин? На протяжении всей своей жизни, всей своей деятельностью был верным ленинцам. Об этом говорит весь его жизненный путь. И в дальнейшем, да, товарищ Сталин хранил эту клятву и выполнял ее до последнего дня своей жизни. Учение о диктатуре пролетариата прошло красной нитью через всю его жизнь. И было отражено и в Конституции Сталинской 1936 года. И всю жизнь он боролся за власть рабочих. Он был верным сыном рабочего класса. И отражено и диктатуре пролетариата. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...